Трансмиссия 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 Теперь нужно открутить центробежное сцепление, которое больше мне в этом проекте не пригодится. На самом деле неплохая и даже нужная вещь для некоторых проектов, но совершенно не подходит для такой багги, которую я строю. В этот раз я не давал сцеплению перегреваться, и диски выглядят как новые. Так как будет установлена коробка передач от машины, на валу двигателя нужно закрепить маховик. Я поехал на разборку и купил коленвал от классической модели ВАЗ. С него мне нужен только флянец, который после проточки будет одеваться на вал двигателя, далее сцепление и сама коробка. Отпилил его от коленвала вместе с балансиром и стал искать токаря, который бы смог проточить шкив под корпусный подшипник и сделать отверстие с пазом под шпонку. Обзвонил десяток токарей, даже возил несколько раз двигатель со всеми запчастями для замера, но некоторые были заняты и нужно было ждать около месяца. Другие не хотели связываться с каленым металлом, у третьих не было станков для изготовления паза для шпонки. Потратил на поиски 3 дня и от безвыходности ситуации решил сделать эту работу сам, на не очень точном самодельном токарном станке. Перед проточкой я сделал так называемый отпуск металла. Этот процесс сделал металл менее твердым и пригодным для обработки. Теперь нужно проточить вал под внутренний диаметр корпусного подшипника. Точить много не пришлось, нужно было снять всего полмиллиметра. Корпусный подшипник я взял флянцевого типа, у которого внутренний диаметр равен 50 миллиметрам. Он нужен для того, чтобы снимать нагрузку с вала двигателя при выжатом сцеплении. Еще заметил одну особенность, чем больше подшипник, тем меньше он имеет радиальный люфт. Как раз мой вариант вообще не имеет люфта. И еще с завода каждый подшипник криво запрессован, но этот факт легко исправляется. Старался снимать металл по чуть-чуть, чтобы подшипник сидел плотно на валу. Окончательную доводку поверхности сделал наждачной бумагой. Теперь нужно проточить отверстие под вал двигателя. Я конечно же не смог зацентроваться, но это в принципе и не нужно, так как я буду растачивать отверстие резцом. Постоянно проверял диаметр отверстия, ведь лишние полмиллиметра и нужно покупать новый коленвал. Вроде бы проточка прошла успешно. Теперь в детали нужно сделать отверстие под фиксирующий болт. После этого придумал, как сделать шпонку. В отверстие вставил деталь подходящего диаметра и просверлил между ними отверстие. Получился шкив, которому можно прикрутить маховик от машины. Можно было его немного удлинить, приварив надставку, но я решил оставить его пока таким. Теперь самый главный тест, который определит, получилось у меня или нужно ждать месяц нормального токаря. Надел шкив на вал и затянул его болтом. На флянец прикрутил маховик и произвел пуск двигателя. Это была маленькая победа. Был очень рад и удивлен, что с первого раза получилось сделать такую деталь, которая ровно села на вал. Теперь пришло время коробки, на которой будет находиться переходная плита, которую вырезал из 10-миллиметрового листа металла. Делаю это в первый раз и мне пока не до красоты, главное, чтобы она закрывала весь картер сцепления. Крепежные отверстия делал по очереди. Сначала разметил и просверлил одно отверстие. Приложил пластину коробки и вделал отверстие болт. Разметил и просверлил второе отверстие. Теперь понятно расположение пластины и она никуда не съедет. Можно размечать и сверлить оставшиеся отверстия. Чтобы сделать отверстие под шкив, на корпусе коробки сделал отметки маркером, которые проходят через центр оси. Приложил пластину и провел линии по ранее сделанным отметкам. Таким образом нашел центр отверстия под шкив. Просверлил отверстие биметаллической коронкой по металлу. Забил подшипник и примерил все по месту, чтобы разметить отверстие для крепления корпусного подшипника. По отверстиям разложил болты и приварил их шляпкой к плите, так как к ним не будет доступа после прикручивания плиты к коробке. Пришло время все собрать. Надел плиту с подшипником на вал. Также на вал надел шкив, на который прикрутил маховик. Предварительно проверил все ли в порядке. Купил диск сцепления вместе с корзиной и прикрутил все к маховику. Такое сцепление точно не перегреется и не сгорит при такой мощности двигателя. Осталось всего лишь прикрутить коробку к плите и можно проверять ее работу. Пока что все получается и сцепление работает в штатном режиме. Перед тем, как устанавливать коробку в баге, нужно избавиться от ненужных на данный момент запчастей. Опять чистый холст перед пером художника. Оценил коробку от двигателя и начал ее интегрировать в багги. Опустил коробку в моторный отсек и начал крепить ее с задней опоры. На коробке уже была штатная подушка. Ее нужно было только прикрепить к раме. Для этого приварил к раме еще одну трубу. На нее будут приварены два уголка, прямо под штатное крепление подушки коробки. Для дальнейшей работы понадобится двигатель. Его снял глушитель и воздушный фильтр. Они будут задевать за раму и мешать подгонке двигателя. Отрезал одну трубу, в которую упиралась переходная плита. После этого плита спокойно села на свое место. Двигатель тоже будет находиться на антивибрационных подставках, которые идеально подошли от подушки КПП 24-й Волги. Может быть когда-нибудь куплю себе такую и переделаю ее под лоурайдер с пневмостойками. Подушка подошла под отверстие в двигателе, но шпильки у нее короткие, пришлось их нарастить болтами. При сварке важно не забывать вовремя остужать подушку. Прикрутил к нижней части уголки и в собранном виде прихватил все к раме. Точно такая же подушка находится с другой стороны. Осталось сделать еще одно крепление, которое будет находиться на переходной плите. Но без прикрученных приводов я этого сделать не могу. Начал работу над скрещиванием приводов. Отрезал от москвичевского привода внутренний шрус. Прикрутил его к коробке и разметил маркером места реза. Разрезал две штанги, теперь их нужно соединить между собой. Внутренний шрус от москвича и внешний от ваза. Неудобство вызвало то, что штанги имеют разный диаметр. Укрепил шов двумя половинками трубы. Получился такой привод, надеясь он выдержит возложенную на него нагрузку. Прикрутил его на свое место и сделал то же самое с другой стороны. Только справа привод получился длиннее из-за расположения коробки. Мне хотелось поскорее все проверить, и я забыл снять коробку со скорости. Да и как назло тягу газа зажала стропами от лебедки. При таком старте такого вида двигатель сильно трясет. В итоге незакрепленная коробка сдвинулась со своего места. И правый шрус сломала, который я ждал две недели. Левый шрус почти не пострадал, с него вылетел только пыльник. У правого внутреннего шруса ситуация похуже. У него лопнул сепаратор, который держит шары. Такой привод сейчас не найти, не зря же я его заказывал с другого города. Поездив по магазинам, нашел в продаже запасные шрусы. Хорошо, что их еще выпускают. Нужно только снять остатки старого и надеть новый шрус. Но и тут меня поджидал сюрприз. Оказывается, у разных фирм разные шлицы на штанге. Пришлось из двух собирать один. Перед новым запуском двигателя я решил все проверить и установить дополнительные опоры силового агрегата. Соединил между собой коробку и двигатель с помощью уголков, которые прикрутил на то же место, где стояло раньше центробежное сцепление. Теперь коробка и двигатель это одно целое. Хорошо, что я не убрал этот выступ с переходной плиты. К нему будет прикручена еще одна опора через цилиндблок от амортизатора. Теперь все силовые элементы хорошо закреплены и можно без опаски заводить двигатель. Кстати, с левой стороны как раз есть еще одно место под еще один цилиндр. Поставил коробку на первую скорость и завел двигатель. Все очень хорошо сидит на своем месте. Практически нет вибраций. Подушки хорошо ее гасят. После проверки перешел к механизму переключения передач, который будет сделан из нескольких рычагов и длинной тяги. Сделал муфту, которая будет фиксироваться на тяге переключения в задней части коробки. Приварил к ней гайку, в которую будет закручиваться шарнир. Взял два рулевых наконечника, который сварил между собой через толстую шайбу. Надел муфту на переключатель передач и зафиксировал ее болтом. Приварил к раме кронштейн для оси тяги. Он немного вылезает за раму, но его не будет видно за стоп-сигналом. Длинную тягу, которая связывает кулису и коробку, сделал из 14-мм прута, который согнул в двух местах, чтобы обойти привод колеса. На конец тяги приварил гайку для прикручивания к шарниру. Другой конец тяги будет прикручен к ручке переключения передач от ВАЗ-2107. Его я хочу разместить возле кресла. Для него будет сделана подставка из толстой трубы. Приварил к трубе три шпильки под отверстие крепления кулисы. Приварил подставку вместе с рычагом к раме. Прикрутил тягу к переделанной кулисе в нижней части под вилку. У багги появилась третья и четвертая скорость. Чтобы заработали остальные скорости, нужно сделать еще один элемент. Приварил две полосы с отверстиями для регулировки и вставил между ними стойку стабилизатора. Теперь у багги появились все скорости, которые есть в коробке. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя передачи. Так это выглядит со стороны коробки. Данная коробка хорошо вписалась в габариты багги. Как будто здесь и должна быть. Еще она хорошо раскроет весь потенциал двигателя. Осталось только подключить газ и сделать педаль сцепления. И можно уже пробовать выезжать кататься. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и репосты в социальные сети. Они очень помогают развитию канала. Увидимся уже по традиции в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok